Ну что, ребятки, мы приехали в торговый центр Щелковский, где открылся первый магазин Икея. Белорусский магазин. Сейчас посмотрим, что тут есть. Он какой-то очень маленький. Это что такое? Так, ладно. Я так понимаю, это у нас представлены позиции. Свечечки. Все Икея, да. Прикол. Так, а ценники где? Интересно, чтобы посмотреть. Ну, конечно, народу здесь нормально. Тоже языки и эти подушечки. Пипец. Это будет, чувствую, микровлог для понедельника. Так, ну что, это у нас тарелки тоже. Языки. Стул стоит 5,650. Вот такой. Это, я так понимаю, короче, это все остатки из Икеи просто. Да распродают как будто бы. Такая тумба. 2,900. Такое. Да как, знаете, какой-то склад выглядит. Микро. Тумба такая стоит 17,300. Вот есть шкафчик. Я, кстати, помню, это как будто реальные языки или, мне кажется, 30,000. Ну, да, он, походу, так и есть. Микро просто. Я не знаю, что это такое. Стеллаж для книг. 19 тысяч стоит. Не знаю, не помню или помню. Ствол 4,600. Кровать. Что-то вообще пипец. Мне кажется, не стоило такое открывать. Какой-то позор, мне кажется. 6,150 стоит тумба. Кровать. Саша в шоке. Вот еще стеллаж. Так, ребята, мы сейчас завернем за угол и пройдем обратно до конца. И, кажется, это весь магазин. Я прям не ожидала. Ну, давайте посмотрим, сколько стоит вот такой столик. 27,400. Такая тумба. Коврики есть. Стол. Тоже тумба, как будто из Икеи. Значит, мы дошли до тупика. Зато здесь есть акулки, как в Икеи были. Так, вот постельное белье. Давайте посмотрим, какое у нас здесь. Вот симпатичное, кстати. Вот это. Стоит 4,300. Это под одеяльник и две наволочки. Ага, значит, простыня. И остальные наволочки тоже отдельно продаются, как в Икеи. Вот это все, конечно, прям чисто Икея. Это непонятно, как это. Это оскона вообще. Что здесь делает подушка оскона? Там уже люди. Тут подушки. Тоже какая-то ортопедическая. Тоже какая-то ортопедическая. Из осконы. Так, это обычная. Ортопедической нет. Цены не вижу. Вот это из Икеи. Пледики. Так, плед у нас стоит 2,100. Вот такой. Ну, вот этот вроде более-менее симпатичный какой-то. Тоже цены нет. Может, они все по 2,100. Такой стоит 440, но это фигня. Здесь пушистые, мягенькие. Так, это какой-то пипец. Вазочки. Ваза стоит по 1750. Это настольная лампа. Ну, вазочки милые. Саша пошел выходить. Он в шоке. Так, свечки такие стоят 500 рублей. Зеркала маленькие. Подсвечнички. Есть такие подсвечники. 390. Такие свечи 490. Серебряные. Под номерами. Так, ну, в общем. Рамочки. Рамочки такая большая. Стоит 900 рублей. Размер 30 на 40. Ну-ка. Вешалки какие-то пластиковые, розовые. Как-то не продумать. Заложить сделать вообще что-то. Здесь пока протолкнешься. Короче, я надеюсь, вы прочувствуете шок наш с Сашей, как тут тесно и как все люди в шоке. Так, это у нас что? По-моему, это разборный. А, вот. Я вижу вот такие висячие шкафы. Тоже, как в Икеи были. Стоит 1250. Так, все жалуются только. Так. Проходите, пожалуйста. Сду. А, так это что? Я не знаю. Мусорные байки какие-то. Вешалки. Такие вешалки есть. Так, вешалки стоят вот такие 240. А вот такие 580. Ну, они как бы пластиковые. Подставки для айпадов. Такие. Смотрите, тапочки нашла. Какие-то странные. Кто это же раз? Есть розовые полотенца. Тапочки-кролики. Трэш. Так, это для губки, наверное. Но это Икеи вроде. Как будто. Так, есть вот такие крепления. Но они мне такие вообще не нравятся. Выглядят, конечно. Отстойно. И для фена тоже. Для полотенец. Ну, такие они дешевые, пластиковые. Не знаю, зачем вообще-то надо. Если бы ее покупала, покупала железные. Стоят 750 рублей. Такие крепления для туалетной бумаги. Но это, конечно, ужас. Тоже зеркало пластиковое. О, я не знаю, конечно. 950 рублей стоит. И полочка тоже пластиковая. Так, вот это что-то симпатичное. Хотя бы одно. Это для мыла штучка. А это? Это я не знаю. А, но она раздвигается. Такая длинная доска. Что? А, это поднос для ванны. Вот. 2900 стоит. Вот что-то симпатичное. Хочется. О, вот эти плошки железные. Это мои любимые. У меня дома есть такие. Обожаю их. Сколько? Вот. Стоит набор мисок. 620 рублей. Две миски стоят, я так понимаю. А, это вот эти. Нет, она нам надо... Железные стоят 800 по одной. Тут стаканы какие-то. Да? Так, а стаканы у нас пластиковые. Пластиковые? Зачем? 120 рублей. Ну, в окей, как бы, такие продавались еще дешевле стеклянные. Что у нас еще есть? Есть соусницы прозрачные. Стоит 250 рублей. Так, вроде бы народ ушел. Здесь сделали вот такой зигзаг странный. Максимально неудобный. Стрелочки туда, но все идут против системы почти. Так. Нет. Все, я в западне. Я в шок. Так, терка стоит 550 рублей. Вот это из-за кеи у меня такая есть, кстати. Искалочка. Слушай, теперь миски, вот из-за вот миски 500. Ага. Это... Я поняла. Так, это пресс для картофеля, значит, такой интересный. Я первый раз такой вижу. Прикол. Как чеснокодавилка. Это сито какое-то за 400. Ёршики. Вот эти штучки, кстати, в Икее продавали всегда. Потом вот эти. Тоже помню. Зажимы для пакетов. Это что? Это шампура. Интересно. Так, вот это тоже, кстати, Икея. У меня тоже такой есть. Сколько? 370 рублей стоит. Ой, это мой наборчик. У меня, кстати, есть такой из Икеи. Вот он классный. Сколько он стоит, только я не... Здесь шины воровают, сцены. Сейчас, подожди, я прикреплю. Да. Какой-то тут творится коллапс. Так, что это у нас? Наборчик. Ложечки, вилочки. Ну, нормальный. Стоит 850. Ножи. Тоже вот такие. Это цена для этих, это для этих. О, подносы. Сейчас я дойду до подносов. Можно еще купить вот по отдельности. Ложки, вилки. Тоже 630 рублей что-то стоит. Ой, вот такая у меня штука из Икеи еще есть. Для мяса. Вот сразу видно, какие вещи из Икеи, а какие вещи не из Икеи. Вот это из Икеи. Только у меня нет такой чеснокодавилки, у меня другая немного. Говорят, в общем, цены вырывают, и непонятно, что сколько стоит. О, для выпечки штука, смотрите. Для тортиков. Тоже непонятно. Цена 750. Это форма для выпекания, наверное, надо. Да. Потом из Икеи еще. Тоже такая это, не помню, какая называется. Наборчик. 570, но уже Новый год прошел. Короче, ребята, я даже уже очень пожалела, что я сюда приехала. Так, вам просто поснимают для льда. Какие-то, не знаю, баночки. Вот, это все из Икеи, кстати. 350 рублей, красиво. Вот я почти вышла. А, ну нет, мне, значит, надо еще дальше, обратно. Пилоточки, смотрите, стеклянные есть за 510 рублей. Чайник, шведхаус. Вот он как выглядит и стоит 990 рублей. Микроложечки. Ой, это затычки под шампанское, кажется. Да, 1200 рублей стоит. А это что? Я даже не знаю, что это. Ой, так, я хочу до подносов добраться, на самом деле. Так, это хлебница 2800. Так, это поднос из Икеи 100% стоит 780. А этот поднос 1950. Ну, какой-то, я не знаю. Тоже что-то там симпатичное. Набор подносов. Вот, смотрите, еще 1600 есть. Набор. Три штучки, что ли? Так, потом у нас, значит, на стену повесили все вариации для кухни, которые, видимо, есть. Вот у меня, кстати, такая. Только из Икеи. Саша будет у меня, не будет рада, в общем, от этой поездки, то, что я его говорила. Но когда, если не в открытии, не в день открытия. Так, это у нас такие тарелочки, значит, по 1590. Просто, тоже такие тарелочки. Вот эти по 365 глубокие. Ну, слушайте, ну, это из Икеи, я помню. 365 рублей тоже. Так, серенькие и синенькие. На них все в Икеи были. Я, кстати, себе розовые хотела купить. Есть еще такие большие, поглубже. Плошечки. Плошечки уже не из Икеи. И цен нет. Так, овальные. Вот тоже, кстати, из Икеи. 925. Розовые такие же. Так, зелененькие. В общем, я в шоке, ребята. Так, это что-то новое. Ну, все, в общем, я туда, кажется, не пойду. Чашечки максимально странные. Так. Вот, это из Икеи у нас. Бокалы стоят 2 400 за 4 штучки. Так, это новое тоже. Вот это из Икеи. 1650 стоит. Ну, все. Я, что я взяла? Все, больше ничего. Сколько? Я не буду ее брать. 709. Коркен. Коркин. Это трэш был. Это мне надо теперь Саше искать. Это единственная покупка, которая будет, наверное, в этом магазине. А вот ты где? Саша в шоке. Ребята, смотрите, вы заходите здесь, проходите вокруг вот этот стеллаж, и там идете змейкой, и все, на этом магазин закончился. И выходите здесь, или наоборот. Я не знаю, но это, короче, какой-то трэшняк. Там вы сами видите, сколько народа. И очень маленький магазин. Очень маленький. Я такого магазина мебели маленького никогда не встречала. В общем, трэш. У нас плохой осадочек. Покажу вам бутылочку. Открой, пожалуйста. Держи только. Ну и, в общем, купила я вот такую красивую бутылочку. Мне она нравится. Но я ее уже, как бы, видела в Икее давно. Сейчас я вам скажу, сколько она вышла. 350 рублей вот она стоит. Все. На этом влог закончен, ребят.